Все, вижу десятки, значит, видно и слышно хорошо. Ну что, давайте с вами знакомиться. Зовут меня Мария Кузьмина, старший менеджер проекта «Бизнес-модель 21 века». Сегодня у нас среда, и мы разговариваем на очень такую интересную тему. Это продукты нашей компании. У нас более полторы тысячи номинований товара в своем личном интернет-магазине. И, конечно же, чтобы хорошо строить бизнес, нужно обязательно знать свой товар. Сегодня мы будем с вами разговаривать о красах для волос и маслах. Как же ухаживать, как сделать так, чтобы волосы были красивые, как на картинке у моделей. Ну что, начинаем. Для начала я хотела бы рассказать вообще, как устроен наш волос. Очень было интересно, самой тоже познавательно, пока готовилась к вебинару. Оказывается, строение волос у нас следующее. Основная часть у нас – это кортекс. Есть у нас сердцевина, которое называется мозговое вещество медула. И получается волосяной мешочек, который у нас находится внизу, под кожей. Мы его не видим, волосяные мешочки. А вот это мозговое вещество, как раз кортекс – основная часть. И в зависимости от того, какой, да, какая у нас кутикла, какой кортекс, идет строение волоса. То есть у кого-то они тоненькие, у кого-то, у кого-то там более плотные. Да, вот у меня у самого очень тонкие волосы, у меня и детям такой волос передался по наследству. То есть вот основная часть – это кортекс, да, 80-85% занимает волосы. Вот она, в принципе, и дает как раз именно вот эту вот плотность, да, строение волоса. Есть два вида меланина. Меланин – это красящее вещество. То есть зависимость, какой вид меланина в наших волосах, будет зависеть, какой у нас цвет будет волос. То есть эомеланин дает нам как раз именно темные оттенки, да, вот это брюнетки, такого каштанового цвета. Феомеланин – это вот рыжие и светлые девушки. То есть теперь мы понимаем, да, почему одни темненькие, другие светленькие. Если перестает, да, в результате там стрессов каких-то вырабатываться вот этот меланин, он переходит в тирозин. И у нас выходят седые волосы. Именно вот поэтому только так и никак иначе. То есть это говорит о том, да, что у вас, когда вот в юном возрасте появляются седые волосы, ну, нужно задуматься, да, либо что-то не хватает организма, либо вы часто стрессуете, да, либо волосы подвергаются какой-то обработке постоянно. И поэтому меланин переходит в тирозин. И у вас поэтому все выходят седые волосы. То есть не всегда это наследственность, да, но есть еще и наследственный фактор. Чего же хотят женщины, когда покупают краску? Главное, где это ожидание? Ну, конечно же, насыщенный, богатый цвет. Да, то есть мы видим на коробке такая шикарная девушка, там шикарный цвет волос. И когда мы сами красимся, то есть, соответственно, тоже ждем, что после покраски у нас будет насыщенный, богатый цвет. Конечно, чтобы это было равномерное окрашивание, да, не такое, что будет там пятнами. Вот девушки, наверное, меня поймут, да, была раньше краска фара, сейчас я ее не так часто вижу, вообще уже можно сказать, не вижу. Ну, вот я помню, что очень многие на нее жаловались, то есть покрасишься, и вот тут пятнами, да, тут село, тут не село, тут есть цвет, там нет цвета. Конечно, женщина, когда покупает краску, она хочет равномерное окрашивание, чтобы был блеск, чтобы краска долго не смывалась, желательно, да, чтобы сэкономить. Закрасила седину, соответственно, да, почему-то здесь женщина в основном украсила, чтобы седины не было видно. И цвет волос, чтобы получилось, ну, как на картинке, да, у модели, и легкое в использовании, да, чтобы в салон не ходить, деньги не переплачивать за краску, еще и при этом, чтобы ухаживать. Чего же женщины боятся, да, когда краску покупают? Ну, это, во-первых, чтобы волосы испортились, краска быстро не смывалась, да, аллергию, конечно же, не вызвала. И, опять же, да, чтобы вдруг неравномерно там ляжет и будет цвет не соответствовать ожиданиям. Я помню в годы своей, там, молодости, когда училась в колледже, купила краску, ну, тогда еще в таких лоточках, закуточках продавали. И пошла в парикмахерскую, покрасилась. На картинке было все так красиво. В результате там цвет у меня совсем не соответствовал картинке. Там даже ничего близ, ближайшего не было. На что я пришла и просто начала ругаться, соответственно, что как так, вот краска. То есть, и это было, ну, действительно, очень разнилось там не на то, что не на тон, да, на несколько тонок было даже. Поэтому, когда женщина, конечно же, покупает краску, да, и она, соответственно, этого боится, чтобы, не дай бог, там краска не села таким образом. Это все-таки голова, да, с ней ходить еще надо. И вот компания, зная, как женщины любят краситься, как они вообще ухаживают за волосами, разработала стойкую краску для волос Цвет Эксперт. Если вы заметите, эти краски, да, эти цвета, они такие, знаете, ну, естественные. Практически все цвета естественные. Почему? Потому что шведы, они в основном, ну, носят естественные такие цвета, поэтому таких вот термоядерных, да, как я называю, там, в других красках, там, фиолетовые еще какие-то, там, бургундские всякие-всякие, да, в этой палитре, ну, вы практически не найдете. Этот продукт относительно вышел недавно, где-то лет только пять на рынок, да, то есть раньше компания не производила краски, но сейчас есть такая уникальная возможность приобрести краску, чтобы облагородить свой цвет волос, чтобы он был насыщенный, ухоженный и, конечно же, яркий. Когда я увидела вот эту картинку, ребят, у меня, честно, ну, волосы зашевелились. То есть, как выглядит волос во время окрашивания и после окрашивания, да, то есть до окрашивания все мы знаем, как у нас волосы стоят, да, то есть вот чешуйка к чешуйке вот так вот прилегает, и у нас вот тогда волос ровно, если чешуйки вот такие, да, раскрывающиеся как шишечки, то вот это сечение, это ломающиеся кончики, то есть после того, как вы волос окрасили, у вас вот химическая обработка, термическая вот эта обработка, то есть волос вот так вот изуродовала, он становится ужасным, поэтому, ну, очень нужно, как бы, щепетильно я могу теперь сказать, да, относиться к краскам, то есть раньше, как это было, зашел в рубль-бум, ближайшая какая попалась, да, там взял, самое главное, чтобы покрасилась, когда вот я эту картинку увидела, то есть я понимаю, как он все-таки вред и травм ему наносит волосам, и уже стала, ну, более к другому относиться. Наша краска, во-первых, стойкая, да, содержит длинное масло, богатое кислотами омега-3, омега-6, глубоко питает волосы и придает ей необыкновенную мягкость, то есть сглаживает вот эти вот внушую, чтобы они не были вот такими, да, а именно вот так вот плотно друг на друга все ложились. Иногда вот появляется такой именно вот цвет, да, как у модели находим, как реклама, да, мы видим волосок в волоску, да, переливающийся цвет, именно вот это и дает. Что нужно знать о наших красках? Поскольку мы, да, с вами носители, ну, бренда, компания Reflame, да, мы с вами рассказываем о продукции, именно от нас люди об этом узнают, мы, конечно же, должны знать, что вообще из себя краска представляет. Краски наши красят на два тона, либо темнее, либо светлее, да, то есть если там девушка, например, брюнетка, да, и захотела тут стать блондинкой, то есть пусть она не ждет такого эффекта, потому что только два тона, либо плюс, либо минус, плюс прямые продажи, да, то есть мы не прямые, от производителя покупаем краску, то есть если мы приходим в магазин, неизвестно, кто-то краску произвел, да, сейчас телевизор насмотришься, там ничего не знаю, где упаковано, то есть у нас это напрямую от производителя, и в наших красках есть уже, как я говорила, ледяное масло, которое ухаживает, и это как раз вот это вот сияние и блеск. Если вы не хотите менять оттенок, да, то есть просто хотите свой цвет оживить, то когда вы выбираете свой оттенок, свой цвет делает более выразильной краска наша. Большое значение имеет, конечно же, страна-производитель. Страна-производитель нашей краски – это Италия, поэтому вы обязательно должны об этом говорить. Ну, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений, да, когда говоришь «Италия», что там что-то некачественное. Закрашивать седину, конечно же, на 100%, что немаловажно. Наши краски аммиачные, то есть если у вас будут, например, спрашивать, а краска аммиачная или неаммиачная, есть, да, два вида красок, есть аммиачные, есть неаммиачные, но аммиачные – это, знаете, это хорошо. Обычно как-то, ну, люди считают, что аммиак там как-то плохо. Для краски, когда есть аммиак, это вообще большой плюс. Почему? Да, потому что аммиак, во-первых, подготавливает сам волос для попадания туда краски и делает краску более стойкой. То есть если вы взяли краску не аммиачную, не ждите, что у нее будет, ну, знаете, долгий такой, долгоиграющий эффект. То есть она быстро очень смывается. Очень часто задают вопрос, сколько же раз нужно красить волосы. Ну, в месяц где-то отрастает волос, да, в сантиметрах полтора, то есть волосы где-то нужно красить, ну, один раз в месяц, не чаще. Да, я уже, что еще хочу отметить в наших красках, да, то есть я говорила, что уход в наших красках, это аммика-3, да, льняное масло, ультрафильтры, да. Так, сейчас, секундочку, мы тут не одни смущены. Ой, продолжим, чтобы там не скучно не было. Что я хочу еще отметить в наших красках, это же, конечно, смарт-система. Что такое смарт-система? Очень многие у меня клиенты тоже спрашивают. Это как раз про то, что я говорила, что когда мы красим, да, и мы хотим равномерный эффект получать, равномерный цвет. Волосы у нас неоднородные, ну, вообще у нас как все тело, да, неоднородные. Волосы у нас тоже неоднородные, да, то есть где-то больше, где-то меньше, он еще по пористости разный. Поэтому смарт-система, она как раз вот что делает? Она распознает каждый участок нашего волоса, то есть и краску распределяет соответственно, то есть где пористость побольше, туда побольше краски пускает, где поменьше, туда поменьше, чтобы вот как раз вот это был равномерный цвет. Двигаемся дальше. У нас представлены 22 оттенка, да, это 2 черных, 5 коричневых, 5 рыжих и 10 светлых, то есть то, что я, в принципе, вам и говорила, что цвета именно, видите, да, такие естественные, если вы сравните хотя бы, да, ну, девушки меня поймут, с краской стель, например, или еще с какой-то палитрой красок, то там вообще много всяких разных, да, там фиолетовых, насыщенных каких-то там, очень ярких. Вот единственное, какие яркие цвета сделала компания, да, ну, вот красный оттенок, потому что знают, что как в России любят такие яркие оттенки, а в основном все оттенки именно вот как раз естественного цвета. Что важно, да, что желательно, когда вы выбираете краску, нужно знать, особенно если вы советуете краску, да, рассказываете о ней, что краска 6-6, 10-31 и 12-01 не применяется для седых волос. Это прям четко написано на краске, в инструкции есть, поэтому вы должны тоже об этом обязательно говорить, если вдруг видите, что оттенок, ну, что клиент захотел вот этот оттенок, да, вот эту краску, а у него вы видите, что седые волосы, потому что он может просто это не прочитать, и потом, ну, будет нехорошая такая ситуация, что он придет и вам будет как-то предъявлять там что-то, да, что вот я там покрасил, мне не подошло, там эффекты, который был не такой, поэтому вы, клиенты, должны об этом тоже предупредить, да. Есть у нас палитра оттенков стойкой краски для волос, код у нее 107-080, можно заказать на сайте, да, в личном кабинете. Обязательно, если вы, как бы, работаете с таким продуктом, особенно если вы фирмахер, либо любите продавать, да, чтобы вам знать, как советовать, лучше выбирать оттенок по палитре, потому что все-таки, знаете, картинка картинкой, да, так, сейчас, секунду мы найдем, вот так, то есть картинка все-таки картинка, есть эффект преломления света, да, искажения, чтобы потом просто у вас, ну, человек, либо вы сами, да, не было такого, ну, вот, разочарования, поэтому лучше выбирать на палитре оттенков, если у вас палитры под рукой нет, ну, ходите в ближайший вспомни, мне кажется, у них там есть, либо те люди, которые проводят мастер-класс, да, у тех людей палитры оттенков наверняка есть. Очень многие, наверное, замечали, да, что краски идут под нумерацией, например, там 7, 0, 3, 0, там 5, 24, что же это такое, да, как научиться разбираться, какой оттенок палитра. Вот первая цифра – это тон, да, то есть, если 1 – это глубокий черный, 2 – это черный, 3 – это темно-коричневый, 4 – глубокий черный, да, 5 – это коричневый, 6 – светло-коричневый, 7 – темно-русый, 8 – русый, да, 9 – светло-русый, 10 – светлый блонд и 12 – ультра-светлый блонд, то есть, это первая цифра – это глубина, это цвет волоса, да, то есть еще вторая цифра, да, это оттенок, это вот как раз тон, то есть, какой у вас будет, например, если у вас краска там, например, 2, 0, да, 0, вы видите, это натуральный оттенок, 1 – это пепельный, то есть синий, да, 2 – это перламутровый, 3 – это золотистый, 4 – это медный, 5 – это махагоновый, 6 – красный, 7 – коричневый, то есть, вы будете понимать, что черный, 4, ну, например, 5, 5 – 3, да, у вас краска, то есть тон у вас коричневый будет отдавать оттенком золотистым, да, то есть на свете, вот, вот так можно будет, ну, разобраться. У нашей краски приятная текстура, да, приятный аромат, вот видите, да, запах краски, запах краски, такой вот благородный, нотами разными, так, сейчас, секундочку, я вот немножко увеличу, да, вот так получше, наверное, да, будет, перелеснем слайд, свернемся, сейчас, немножечко, сюда, все, приятная текстура, да, вот вы видите, верхние нотки, это абрикос, перец, яблоко, да, ноты сердца, это как фландыш, цикламин, джасмин, да, и есть еще базовые нотки, это чай, амбре, мукурс, то есть, ну, тоже, да, ну, немаловажно, с краской сидеть там нужно 30-40 минут, и, ну, как бы, если будет очень сильно неприятный запах, тоже, да, и голова может запалить. Какое же, да, содержимое упаковки краски? Это одна пара перчаток, это, конечно же, тюбик с краской, да, флакон-разводитель, затем инструкция обязательно, да, по применению, и бальзам после того, как вы окрасили волос. Что нужно знать, да, по типу внешности тоже, конечно же, нужно подбирать цвет, когда вы, тем более, советуете краску, да, либо сами ее выбираете, смотреть по цвет глаз, да, по тону кожи, например, я вот темнокожая, да, мне ни в коем случае там не пойдет баллон. Ну, девушки, они все-таки такие очень экстравагантные, да, бывают иногда, вот, ну, придумывают там все что-то, то есть все-таки это тоже нужно понимать, что одно с другим должно сочетаться. Какие же есть 10 правил идеального окрашивания? Первое, это, конечно же, использовать таблицу оттенков, чтобы выбрать именно подходящий оттенок. Окрашивать волосы на 2-3 тона, да, как я говорила, либо темнее, либо светлее. Обязательно прочитать инструкцию, обязательно сделать тест, да, это делается у нас вот здесь вот за ушком, да, буквально там внизу, на затылке, либо наносится краска, да, и смотрится, то есть есть ли эффект или нет. Наносить только на сухие, соответственно, волосы, да, ни в коем случае не на мокрые. Использовать перчатки и специальные принадлежности для окрашивания. Весь объем краски лучше разделить на 4, 8 частей и, соответственно, прокрашивать. То есть, ну, самим лучше это не делать, все-таки тяжеловато, особенно если волос длинный, лучше, ну, либо делать это в притмахерской профессиональной, чтобы у вас не было такого, что эффекта там не достигли, да, потому что можете сами что-то пропустить, будет разочарование. И, конечно, если у вас волосы длинные, да, покупать несколько упаковок, чтобы не было такого, да, то есть принимается там длинный волос, да, то есть одной упаковки там вам просто может не хватить. Если волос короткий, можете по упаковочке использовать. Первое нанесение, да. Ну, здесь вот я хотела бы рассказать, наверное, о своих ощущениях. Я сама пользовалась краской компании Арифлейм. Раньше я красилась, ну, до прихода в проект, да, то есть в парикмахерских у меня была краска Эстель, я постоянно ею красилась, мне как бы все устраивало. Затем, когда я увидела, да, как вот краска все-таки работает, и такой волос, ну, узнала про нашу краску, все-таки знаю, как компания, насколько заботится, решила попробовать. Купила краску, у меня покрасили, был такой эффект, ну, знаете, у меня стал волос очень жесткий, у меня сам по себе волос очень мягкий потекстурит. Я психанула, сказала, краска ерундовая, не буду я ей больше краситься, потому что был у меня волос ужасный. Потом просто, ну, как бы мне объяснили, что в результате того, что краска натуральна, да, естественно, я несколько лет украсила там другой краской, и, соответственно, они не могли, они не поругаться, соответственно, конечно же, да, то есть они друг с другом повоевали, и если бы я на свой там родной цвет наносила, да, может, эффекта такого не было. Поэтому у меня был такой, просто нужно было перетерпеть. Затем я уже купила вторую раскраску, и когда я ей уже покрасилась, то есть волос был мягкий, волос был ухоженный, тем более сейчас, после того, как я, ну, пью и витамины, да, и витамины для волос, у меня очень вот выросли вот так вот волосы, то есть в годах у меня раньше такого не было, и у меня была проблема, что у меня волосы слезли очень сильно, и, соответственно, мне не хватило спрятать. Сейчас в результате вот ухода у меня волосы очень длинные, ухоженные, да, нет никакого эффекта стекучихся волос, что мне очень нравится, поэтому, соответственно, когда я уже знаю, как работают краски, я уже, ну, думаю, да, травмирует ли все волос или нет. Поэтому вот такие мои наблюдения, вот такие мои ощущения. Повторное окрашивание, да, то есть как вы окрашиваете? Ну, если с первым покрашиванием все понятно, повторное окрашивание именно как раз на отросшие корни. Сначала вы красите корни отросшие, да, оставляете их на 20 минут где-то, потом прокрашиваете весь волос, оставшиеся, оставляете все это на 10 минут. И обязательно используйте ухаживающий бальзам. Именно таким образом. Что еще мне очень было, или у меня открытием, когда я готовилась, то, что очень многие девушки сталкиваются, что когда красишь волосы, остается, ну, кожа вот эта вот запачканная, да, особенно если это делаешь домашний вкус, то есть салон, понятно, и специальные средства, да, для очистки. Но тут есть у нас замечательное средство, нежная забота, да, о которой самое первое вышло. И в избежание именно окрашивания кожи нужно использовать вот это как раз мягчающее средство, либо любой уважняющий крем, да, перед нанесением краски для волос. Наносите на области линии роста волос, лоб, пески, да, задний час шеи от уха до уха и кожа за ушами. Недорого стоит, я пробовала, когда окрашивала. Действительно, очень хорошо помогает, кожа не пачкается, да, очень удобно. Особенно, если вам в этот день куда-то надо там бежать на какую-то очередь. У нас замечательное средство, да, масла ЭЛИО. Есть люди вообще, кто уже этим маслом пользовался, да, либо знает эффект, применяли, либо вот просто слышали, но все думаете, взять, не взять, попробовать, не попробовать. Напишите, пожалуйста, ребят. До, до, до. Сейчас мы поднимем. Не знаю. Ну, Александр, понятно, а девушки? Пока не пробовали. Спасибо, ребят. Ну, смотрите, я вам могу сказать, что я масло ЭЛИО пробовала. Очень хорошо работает, что мне нравится. Оно содержится органовое масло, очень хорошо ухаживает. Что мне в нем нравится, что не нужно смывать, да, эти масла не нужно смывать. То есть, если обычно масла применять, нужно там нанести, какое-то время походить, затем смыть. Масла смывать не нужно. Можно наносить как на сухие волосы, так и на влажные волосы, да, можете после баня наносить на кончики, там наносится чаще всего. Либо там, когда уже у вас высох волос, да, потому что ничего страшного, если вдруг вы забыли нанести. Было такое, что приехала как-то к ребятам в город, и нужно было идти на мероприятие, да, на очередную встречу по бизнесу с Натальей Эдуардом. Ну, соответственно, с грязной головой не пойдешь. Потому что у ребят был только мужской шампунь Ордмен. Ну, одни ребята живут, да, женского шампуня не было. Ну, деваться некуда, лучше там помыть мужским шампунем, чем ввести с грязной головой. Поскольку все-таки строение волос у мужчины и у женщины очень разное, да, то есть у мужчины волосы все-таки погрубее. Был ужасный волос, поскольку как бы не было еще бальзама. Был, я сказать, вот солома, не солома, леска, просто натуральная леска. Вот у меня был волос после нитья. И, слава богу, я с собой в косметичке закинула масло Элио. Я вот буквально этим маслом смазала. Это я потом, когда уже готовилась к вебинарам именно по шампуням, да, по уходу за волосами, я понимаю, что именно как раз вот бальзамы не дают ухаживающий эффект. То есть шампунь, он чешуйки что делает? Растопыривает, да, и оставляет их вот так. А бальзам как раз вот эти все чешуйки сглаживает опять. Вот масло работает, в принципе, таким же образом. Почему оно хорошо? Для восстановления посякующихся концов, еще что-то, да, то, что они запаивают вот эти вот чешуйки. Вот оно сработало именно таким образом, и волос у меня, ну, в целом, хороший, мягкий, да, то есть как бы, как в рекламе, да, прическа спасена, там я спасена, да, и можно идти, ну, с нормальной головой. А так это было нужно с чем-то. Сама я вот этим масло использую. Что в этом масле, да, невесомый экстракт-уход действительно, да, не чувствуется, что вот, особенно если ты наносишь на, ну, как-то масло, у нас понимается, что здесь упоривание как-то тяжело, да, то есть здесь действительно невесомый уход с натуральными маслами органы розы, да, экстракт репеином, еще корня, витамин F, да, что тоже очень хорошо питает именно и волосы от корней до кончиков. Можно так же, да, использовать для завершения укладки. Это вот как раз вот масло, сейчас новинка, которая вышла для секущихся, укрепляет, увлажняет, разглаживает волосы, при этом действительно не утяжеляет, да, то есть нет такого эффекта, что вы там нанесли волосы масляные какие-то, да, вот это вот сальные, такого блеска, этого такого нет, волосы действительно легкие, питательные, напитанные причем, да, и, ну, у вас вид ухоженный, ухоженный такой. Поэтому обязательно тоже обратите внимание, надолго вам хватит. Еще на чем бы я хотела вам, ребят, уже сконтировать, это CC-клема, это новинка, которая вышла у нас относительно недавно, 10 эффектов у нее, у него, да, для красоты волос. Сейчас в каталоге вот идет с очень хорошей цены, очень хорошей, 379 рублей, то есть вы видите, да, своя цена на 850 рублей. Давно я вам могу сказать, что он в самом начале вышел, как новинка, был 600 рублей, потом где-то вот там можно было за 289 его однажды как-то купить в каталоге, и потом он все время был дорогой. Сейчас вот он как раз опять идет с очень хорошей ценой, поэтому обязательно приобретите. Уникальный действительно крем, да, потому что эффект 10 в одном, то есть восстанавливает, увлажняет, сияние, мягкость и шерковистость придает. Волосы не пушатся, у кого были такие проблемы, защищает цвет, что немаловажно, да, когда вы использовали краску. Облегчает расчесывание, у кого вот особенно есть такое, что волосы пушатся. Плюс термозащита, да, при укладке. Если вы часто используете фены, часто используете там щипцы для завивки, и упрощает также непослушную волосу. Да, вот, мужчина, Егор у нас согласен, говорит, обязательно приобретите. Вот такие, ребят, мои вам пожелания, да, все-таки сейчас зима, да, на улице кажется серым, ну, так что добавляйте красок, добавляйте себе выразительности, да, будьте яркими, будьте необычными. Желаю вам всего замечательного. Используйте краску, будьте красивыми, делайте все, всем уверенными. Всем успехов, всем роста, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok